В области имеется необходимый запас противовирусных препаратов, масок. На случай усиления роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом предусмотрены перепрофилирования лечебных стационаров. Органами здравоохранения в этом году была организована и проведена иммунизация населения против гриппа. Охват составил около 33% от всего совокупного населения. Ты часто болеешь? Часто. Часто? А почему, как ты считаешь? Потому что я живу нездоровой жизнью. А что ты под этим понимаешь? Ну что, я иногда как-то вышел на улицу, мне мама сказала, там, в холодильную, в кофте в одной. Ты болеешь часто? Ну, нет, не особо часто. Не особо часто. А почему, как ты считаешь? Принимаю антибиотики, когда начинаются симптомы какие-то. А когда болеешь, чем лечишься? Так, у меня есть же народные методы. Чеснок ставить по дому. Так, тепло одеваться. И антибиотики разные. Вот здесь пальчиками зажали шар здесь, а другой вот здесь. Вот так, вот так. Ярослав, скажи, ты зачем делаешь эти упражнения? Это чтобы быть здоровым. Потому что это китайский шар из здоровья. Скажи, у тебя мама дома или папа, бабушка, дедушка, от болезней как тебе? Лечат как-нибудь или дают что-нибудь? Лечат, дают искорбиновую кислоту, я ем. Разные каши там с витаминами ем. Яблоко очень люблю, груши, как-то их называют, гранаты очень люблю. А там чай с медом, что-нибудь такое? Да, приюга, когда болею. А в больнице лежал хоть раз? Не, только в доме лежал. Ты только в доме лежал? Никогда тяжело не болел? Не, никогда. Бывало, посолки пятого было. Но на это было так давно ужасно. В прошлом году мне даже писалось, что эти уколы бабушка мне ставила. Ну ничего, ты не боялся? Ну, плакал, а так и боялся.